МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эта программа решения и есть. Проект, основанный на реальных героях и порой нереальных историях. Соседские войны, семейные скандалы и коммунальный беспредел. Когда кажется, что правды уже не добиться, знайте, решение точно есть. Каршеринг. Сервис для белорусов новый и в каком-то плане модный. Его плюсы – удобство, простота и доступность. Но со временем выяснилось, что и минусов тоже хватает. Например, договорные обязательства, которыми связан клиент. На сегодняшний день в Минске уж слишком участились случаи незаконных поездок на каршеринговых авто, когда люди садятся за руль под подставными аккаунтами. Может ли такая невинная поездка обернуться уголовным делом? Кому придется возмещать ущерб в случае ДТП и как сам сервис вычисляет непорядочных клиентов? С тех пор, как в Беларуси появилось понятие каршеринг, на дорогах возникло новое сообщество водителей-лихачей, которые катают под слоганом «Не мое, не жалко». Повреждение автомобилей – самая распространенная проблема. На втором месте – тотальное воровство. Машины буквально разбирают на запчасти от аккумуляторов до колес. А с недавних пор все чаще следственные органы расследуют дела об угоне каршеринговых авто. За примерами далеко ходить не нужно. 20-летний минчанин под чужим аккаунтом за два месяца угнал 47 прокатных авто. А всего столицы с начала года зафиксировано 63 неправомерных поездки на каршеринге. Каршеринг. Поминутная аренда автомобиля действует почти во всех крупных городах страны. Быстрее, чем общественный транспорт, дешевле, чем такси. Казалось бы, новая, удобная, а главное, безопасная система. Но ключевое слово здесь – казалось бы. Июнь 2019-го. Минск, Партизанский проспект. Каршеринговые авто двигался на запрещающий сигнал светофора. В результате чего столкнулся с другим транспортным средством. А на этих кадрах видно, как железный конь сервиса краткосрочной аренды совершает наезд на велосипедиста на пешеходном переходе. Вечно спешащие автомобили каршеринга фигурируют в сводках происшествий все чаще и чаще. Когда каршеринг только появился в нашей стране, никто и подумать не мог, что возникнут такие проблемы. Во-первых, банальное несоблюдение правил дорожного движения водителями. Во-вторых, сервис захлестнуло тотальное воровство. Тащут из машин все – кабели зарядки для мобильников, аккумуляторы, катализаторы, коврики, колеса и даже рули. А сколько слито бензина и омывающей жидкости. Один такой курьезный случай произошел в августе 2019-го в столице. Мужчина буквально разул арендованный автомобиль. Снял комплект шин с оригинальными литыми дисками, плюс умудрился слить 8 литров бензина. Тайное стало явным. Подозреваемого задержали. Разукомплектование автомобиля – это есть не что иное, как просто кража. И помимо штрафа, который предусматривает каршеринговая компания, такое лицо может быть привлечено к уголовной ответственности за кражу. И ответственность наступает для лица, либо лиц, в зависимости от того, один человек пошел на кражу, либо группа лиц, и относительно стоимости похищенного имущества. Предусматрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до 7 лет. За примерами далеко ходить не надо. На кадрах оперативной хроники задержание 24-летнего минчанина. Молодой человек пользовался сервисом краткосрочной аренды, правда, не совсем по назначению. Злоумышленник арендовал авто, брал топливные карты, приезжал на автозаправочные станции, сливал бензин и умудрялся продавать его по рыночной цене посетителям АЗС. Всего молодым человеком было похищено 380 литров бензина на общую сумму 760 белорусских рублей. Установлено, что из-за игровой зависимости у мужчины образовался большой долг, погасить который он решил за счет компании. Примерно 2 месяца назад периодически начал заниматься этим, воровал топливо. Заезжал на заправку, просил у людей, чтобы я оплатил по карте, а они мне дали наличные деньги. Вороя из прокатных авто, рано или поздно каждый злоумышленник и сам рискует сесть в машину без руля и педалей. Ведь даже бронируя каршеринговую машину, никогда не знаешь, какой сюрприз ожидает тебя внутри. Автоэксперты уверяют, проблем целый вагон и главное – ощущение безнаказанности. Машина не своя, ремонт делать не надо. А некоторые и вовсе умудряются водить анонимно. Так, 20-летний житель Фруненского района, не имеющий права управления транспортным средством, использовал подложенный аккаунт и за 2 месяца совершил 47 угонов каршеринговых автомашин. В отношении молодого человека были возбуждены уголовные дела. Порядок регистрации у нас довольно простой. Человек просто регистрирует, создает аккаунт в нашем приложении, добавляет туда свои документы, водительское удостоверение, паспорт и фото с одним из документов. Либо с паспортом, либо с водительским удостоверением. Однако это происходит дистанционно, и проконтролировать этот процесс физически мы не можем. Соответственно, бывают случаи, когда человек просит другое лицо какое-то зарегистрировать. Бывали случаи, мать, например, просили зарегистрировать несовершеннолетние. В Республике Беларусь транспортное средство является источником повышенной опасности. На нас возлагаются тоже определенные рамки выдачи этих автомобилей. Мы пытаемся упростить сервис, чтобы людям было удобно использовать автомобили удаленно. Не нужно ехать ни на какой офис. Они берут автомобиль, где им удобно, оставляют автомобиль, где им удобно. Соответственно, для нас это порождает риски, что если иное лицо управляет нашим автомобилем, в случае каких-то непредвиденных обстоятельств, ДТП, нарушения правил дорожного движения, каких-то иных ситуаций, нестандартных, все проблемы и все вопросы будут владельцу аккаунта. Все эти проблемы известны представителям каршеринговых компаний. Они готовы искать варианты их решения. Вводятся новые методики определения, кто именно сидит за рулем. В ночное время водители тестируют на концентрацию и внимательность, а также применяют технические методы контроля того, насколько безопасно едет авто. В нашем сервисе присутствует система по распознаванию лиц пользователей. При смене устройства, при регистрации, выборочной, при осуществлении поездок, система запрашивает фотографию лица пользователя, он с этим соглашается самостоятельно. После чего происходит программное сверка изображения лица пользователя с владельцем аккаунта. В таких случаях тоже выявляется о том, что не владелец аккаунта использует автомобиль. По дорогам столицы ездит около тысячи каршеринговых авто. То есть тысячи людей ежедневно получают легкий доступ к вождению машин, которые они не покупали за свои деньги, а значит и опыт вождения у многих небольшой. А что еще важно, есть возможность выбирать железного коня из множества моделей. И этот выбор не всегда рациональный. Это как раз тот случай, когда каждый может позволить себе чуточку больше. Более мощный двигатель и более престижную модель, и тогда обычная поездка превращается в тест-драйв. Драйв звучит уже по-другому. Скорость растет, адреналин зашкаливает, потому не всегда успевают тормозить даже перед лежачим полицейским. А ведь в приложении еще тикают и минуты. Водитель понимает, чем быстрее он доберется до нужной точки, тем меньше потратит денег. К тому же платить за ремонт подвески и износ тормозов будет компания-владелец. Потому в потоке машин каршеринг и движется быстрее остальных. И его маневры не так безопасны. В договоре предусмотрена гражданская правовая ответственность. Установлены довольно весомые суммы штрафов. Это больше сделано как профилактическая мера, чтобы люди понимали, что, например, если он ударил автомобиль, тем более повредил еще чужое имущество, чужой автомобиль, что гораздо проще позвонить и решить все с компанией, вызвать ГАИ, оформить все это, как полагает законодательство. Либо, если они скроются, у них будет наступать как административная ответственность со стороны государства, так и гражданская правовая со стороны компаний. А бывает и такое, когда несовершеннолетние обманным путем, либо пользуясь доверчивостью родителей, регистрируются в приложении. Ребенок предложил родителям сфотографироваться с документами, так как это будет предоставить им скидку на мойку автомобиля. Используя эти документы, зарегистрировался в нашем сервисе, либо пытался использовать автомобиль. Как, например, этот несовершеннолетний, которому захотелось взрослых развлечений. Как-то зимой, не с долго до Нового года, мы решили отметить. Собрались, копировали голя, напились. Ну, захотелось нам покататься по ночным в Минску. Но денег и прав ни у кого из нас не было, как и машины. Тогда на глаза напопался каршеринг. Решили в последующие схемы поступить. Взяли паспорт подруги, и на тот момент был 21 год. Зарегистрировались в приложении, привязали карту мамы. Ну и начали кататься. Катались всю ночь, благо никого не сбили. Так бы остались, наверное, незамеченными, но... Мама увидела счет на 300 рублей. Подумала, что потеряла карту, или ее просто банально украли, и обратилась в правоохранительную органу. Там все и скрылось. Что хочется сказать таким же ребятам? Не надо так делать. Это глупо и опасно для всех. Несчастные автомобили бросают в лесу. Топят в воде, заехав туда, явно не на трезвую голову. Вот смотришь на все это и думаешь, может, из-за простой процедуры регистрации народ не понимает, что на них лежит ответственность, причем даже уголовная. А ведь это дело каких-то 10 минут. Скачиваешь приложение, фотографируешься с правами и паспортом, и отправляешь данные на обработку. Если документы в порядке и прав вас не лишали, то сервис в режиме онлайн предлагает подписать соглашение, в котором черным по белому прописаны и права, и обязанности, и ответственность сторон. Хотя, правда, ради, чаще всего листают, не глядя, все, что написано мелким шрифтом. Да и к тому же об уголовной ответственности там не упоминается. Однако неуказание в договоре об уголовной ответственности за угон не освобождает такое лицо от уголовной ответственности. Поскольку пусть это указано в договоре, пусть не указано, но граждане должны понимать, если они садятся в автотранспортное средство без законных оснований либо по каким-то поддельным подложным документам, для них может наступить уголовная ответственность. В соответствии со статьей 214 Уголовного кодекса Республики Беларусь за угон транспортного средства предусмотрена уголовная ответственность вплоть до лишения свободы до трех лет. Но если угон транспортного средства был совершен группой лиц по предварительному сговору, то уголовная ответственность может наступить в виде лишения свободы до шести лет. Но даже если вы ответственный пользователь, у вас все равно могут возникнуть проблемы. Например, мошенники украдут ваши данные и будут ездить под вашим именем. Сегодня в сети полно групп, которые предлагают всего за 50 белорусских рублей купить аккаунт в сервисе с поминутной оплатой машин. Чуть дороже обойдется домен с уже привязанной банковской картой. А иногда случается и так, что владельцы учетной записи собственноручно передают управление третьим лицам. В прошлом году компания молодых парней, употребляя вместе алкогольные напитки, решила доехать то ли до магазина, то ли просто прокатиться. Мы использовали наши приложения, арендовали автомобиль, владелец аккаунта сидел на пассажирском месте, третье лицо управляло автомобилем. Во время поездки на пешеходном переходе так случилось, что они совершили наезд на пешехода. По данному факту было возбуждено уголовное дело, по приговору сюда водитель получил уголовное наказание, владелец аккаунта получил денежный штраф. Вопрос о привлечении к ответственности вот таких лиц, он определяется судом, либо должностным лицом, в чьи обязанности входит определение наличия и отсутствия вины. Но на мой взгляд, если лицо опрометчиво предоставляет сведения, составляющие персональные свои данные, паспорт, водительское удостоверение, оно должно нести и может понести ответственность за те последствия, которые наступят из-за предоставления этих сведений третьим лицам. Договор между каршеринговой компанией и клиентом исходит из принципа добросовестности сторон. Но практика показывает, что не все пользователи относятся добросовестно к своим обязанностям. А судя по количеству аварий с участием каршеринга, принимаемых мер со стороны владельцев автопроката недостаточно. Видимо, нужно, чтобы компании делили ответственность со своими клиентами. Может быть, тогда они будут более пристально следить за тем, кто, когда и в каком состоянии берет автомобиль. Контролировать водителей можно двумя способами. Например, телеметрия, когда робот отслеживает любое движение машины. Второй вариант – обязать каршеринговой компании установить невидимые камеры в каждом авто. Согласитесь, объектив регистратора – хороший стимул не нарушать и не воровать. Но прежде все эти нормы нужно прописать на бумаге. А здесь уже слово за законодателями. Пока же в нашей стране растет число уголовных дел, где главной уликой выступает каршеринговое авто. А главные фигуранты – клиенты прокатного сервиса. Каршеринг арендует многие. Вот нюансы о том, что делать, если попал в аварию на арендованном авто, заменит ли машину, если она заглохла, и кто будет платить штраф за превышение скорости, знают далеко не все. Какие неприятности доставляют клиенты и какова правовая составляющая каршеринга. О нюансах прокатного автосервиса поговорим с начальником отдела управления Следственного комитета по Минску Петром Микулой. Петр Валерьевич, добрый день. Добрый вечер. Проблема существует. Проблема, понятно, из сюжета. Все-таки на вашей правоприменительной практике. Конкретно о чем мы говорим? О том, что такая возможность по передаче права управления вообще существует? Или о том, что она должна как-то все-таки регулироваться со стороны каршеринговых сервисов компаний? С развитием этого направления бизнеса, как предоставление автомобилей по минутную аренду, расширением практики, увеличением количества этого транспорта на улицах, в том числе и Минска, на данный момент мы имеем уже сотни, даже тысячи этих автомобилей. Мы столкнулись с тем, что возникает проблема ограничения различного рода пограничных ситуаций. Пограничных ситуаций какого рода? Если лицо получает доступ к каршеринговому автомобилю, но в нарушении условий договора с каршеринговой компанией. Простой пример. Лицо, например, вы, заключили договор с каршеринговой компанией. У вас есть аккаунт в любом каршеринговом сервисе. Но ваш аккаунт, через ваш аккаунт доступ к этому автомобилю получаю я. А я не соответствую какому-то из условий, которые предъявляются к пользователю данного сервиса. К примеру, у меня не может не хватать стажа вождения, у меня может не быть соответствующей категории водительского удостоверения, либо я могу находиться в состоянии алкогольного опьянения. Возникает вопрос в данном случае, когда я получаю доступ к данному автомобилю, не является ли это угоном данного автомобиля? Неправомерный доступ имеет место быть? Имеет. Поездка на автомобиле без цели хищения? Имеет. Она неправомерна? Она неправомерна. Фактически это угон. Вместе с тем, количество таких ситуаций начало возрастать пропорционально количеству самих каршеринговых автомобилей на улицах города. И с, возможно, неким непониманием нашими гражданами того, что такое вообще в самом приложении, когда они нажимают, пролистывают соответствующие условия договора, нажимают на кнопочку «Согласиться». То есть тем самым они фактически конклюдентными действиями заключают договор аренды. Они принимают на себя ряд обязательств, ряд требований, которым они должны соответствовать. И также они соглашаются с ответственностью, которая предусмотрена за нарушение этих требований. Дальше возникает еще одна ситуация. Если такое лицо, к примеру, попадает в дорожно-транспортное происшествие, возникает вопрос, а у кого возникает обязанность перед каршеринговой компанией у возмещения этого ущерба? Если это лицо, будучи в состоянии опьянения, попадает сотрудником государственной автомобильной инспекции. К примеру, повторно это лицо попадает в автомобиль, необходимо конфисковывать в соответствии с требованиями законодательства. Возникает опять же вопрос, у кого его конфисковывать? У лица, которая находилась, или у лица, от имени которого заключен договор? Таким образом, правоприменительная практика столкнулась с целым рядом направлений, по которым необходимо произвести своего рода унификацию, может быть, обобщение практики и выработку единой позиции. Потому что проблем с точки зрения законодательства не имеется. Данный вид договорных отношений урегулирован в гражданском законодательстве, данный вид правоотношений, в принципе, урегулирован и уголовным законодательством. Есть под каждую ситуацию, есть соответствующие правовые нормы, но есть проблемы именно в их применении. А вот сами каршеринговые компании, они как бы склоняются к чему? То, что они оказались жертвой вот этих вот хитросплетений каких-то, или все-таки как они реагируют? Ну, то есть понятно, что это их, в первую очередь, задача каким-то образом придумать, как это будет все регулироваться, правильно? Безусловно, каршеринговые компании, причем все, пришли к тому, что они разработали приложение, которые, на их взгляд, страхуют их от случаев, когда доступ к автомобилю получает лицо, которое при иных условиях не получило бы доступ. И они полагают, что нажатие вот на эту галочку, кнопочку согласия с условиями договора фактически налагает обязательство на лицо, которое наложило. И в случае, если это лицо не соответствует требованиям, если это лицо, то тем самым совершает правонарушение, мы сейчас не говорим о том преступлении это или же это административно, это нарушение некой правовой нормы, это нарушение условий договора о ренте. И они полагают, что в таком случае необходимо именно правоохранительным уже органам В случае соответствующих последствий, соответствующего ущерба, вмешиваться именно правоохранительным органам. Вместе с тем, далеко не всегда эта ситуация действительно является преступлением. Во многом здесь очень сложный и пограничный момент разграничения гражданско-правовых отношений, которые вытекают из банального нарушения договора аренды. И преступление. Преступление, оно должно характеризоваться, главное же, понятие преступления. Это общественно опасное деяние. То есть в чем общественная опасность деяния, когда лицо получает несанкционированный доступ к автомобилю. Так, какие-то конкретные примеры мы уже можем привести на территорию? Безусловно, мы можем этих примеров десятки. Из последних можно привести пример, когда супруг, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, берет мобильный телефон своей супруги, выходит из подъезда, находит ближайший к нему крошенниговый автомобиль, садится за руль этого автомобиля, попадает на нем в ДТП, находясь в нетрезвом виде. И тем самым возникает у крошенниговой компании, что, опять же, соответствует условиям их договора, требования имущественного характера по возмещению ущерба, причиненного автомобилю, возмещению ущерба, причиненного другому участнику ДТП, возмещению ущерба, причиненного не ущерба, а санкции, которые предусмотрены договором, за все перечисленное и за управление в нетрезвом виде, и за совершение ДТП. Но возник вопрос, кому эти требования предъявлять? Предъявлять их к супруге, от имени которой был заключен этот договор, и которая, по мнению крошенниговой компании, не предприняла должных мер, предъявлять это к лицу, которая это все совершила? Или же мы вообще говорим о том, что у нас возник угон, и в таком случае у нас вообще не гражданско-правовые, а уголовно-правовые отношения, но уже по отношению к лицу, которая непосредственно это все осуществила? Ну, это еще плюс к тому, что это лицо будет подвержено административному... Безусловно, за совершение административных правонарушений по линии ГАИ, естественно, оно будет привлекаться уже в любом случае, это безотносительно того, каким образом будет разрешена данная ситуация. И как вот подобные дела, как, в принципе, по практике, как они рассматриваются? По складывающейся практике, которая была до недавних пор, единообразной практики не было. То есть подобного рода ситуации могли трактоваться совершенно различно, в зависимости от каких-то различных территориальных вопросов. То есть даже в разных районах города Минска могли приниматься разные решения по вот таким ситуациям. Вместе с тем, как в настоящее время мы работаем над тем, чтобы прийти к единообразию практики в данном случае. И если мы видим признаки угона, именно как неправомерного завладения транспортным средством для поездки на нем без цели хищения, тогда это квалифицирует как угон. В таком случае, что также важно для самих каршеринговых компаний, не возникает каких-то претензий именно у государства к автомобилю. О чем ведет речь? В случае, если лицо, совершившее правонарушение, повторное состояние опьянения, автомобиль подлежит конфискации в пользу государства. Но если оно противоправно выбыло из владения своего собственника, в данном случае каршеринговой компанией, в таком случае они не несут ответственности, и этот автомобиль у них остается. Их тоже можно понять. Они не хотят рисковать своим имуществом, своей собственностью, из-за того, что некоторые граждане позволяют себе противоправное поведение. Но важно ограничивать ситуации, когда это действительно угон, а когда нет. Я так понимаю, что все ситуации такого плана решаются в любом случае в суде? Естественно. По всем подобным случаям проводится проверка в порядке уголовно-процессуального законодательства. Практически всегда возбуждается уголовное дело. И затем это уголовное дело передается прокурору для направления в суд, затем рассматривается в суде и выносится приговор. Вспомнился еще один пример, тоже достаточно интересный. Это когда доступ к аккаунту лицо получает незаконно, а именно путем взлома. То есть если мы говорим о том, что лицо взламывает чужой аккаунт и пользуется данным автомобилем от имени другого лица, но без ведома того лица, в данном случае возникает вопрос, что это не только угон, но это еще и несанкционированный доступ к компьютерной информации. И возникает еще один вопрос. Каким образом происходит расчет за услуги каршеринга в данном случае? Если списание происходит с аккаунта лица, который был взломан, получается у нас еще имеет место как минимум мошенничество. Если же нет, тогда его нет. Но многообразие ситуаций, связанных с каршерингом, на самом деле достаточно велико. Именно противоправных различного рода, скажем, противоправных злоупотреблений, которые себе позволяют пользователи, или лица, которые хотели бы ими стать, но в силу определенных критериев ими не стать, не могут. Ввиду развития этого рынка количество подобного рода преступлений только растет и будет расти, я полагаю, дальше. Вы видите какое-то решение такой ситуации? Безусловно, необходимо больше работать с населением именно в плане предупреждения их об ответственности. Потому как ни один. В рамках изучения вопроса практики, в том числе и мной, и мои сотрудники моего подразделения, были изучены допросы, протоколы допросов всех лиц, которые привлекались к уголовной ответственности за все аналогичные преступления. Ни одно лицо объективно не понимало, что в момент, когда оно через аккаунт знакомого, приятеля, друга, брата, жены, в трезвом виде, нетрезвом виде, получало доступ к этому автомобилю, что оно уже совершало тем самым какое-то преступление, ни одно лицо не подозревало. Безусловно, незнание закона от ответственности не освобождает. Но вместе с тем, если лица хотя бы не будут так легко отдавать доступ... А, и ведь тоже важный момент. Все лица, которые предоставляли такого рода доступ, они, наверное, тоже допрашиваются в ходе расследования. Ни одно лицо, опять же, не понимало, что предоставляет доступ кому-то. Третьему лицу, неважно, своему близкому родственнику, своему знакомому, еще кому-то, что тем самым оно как минимум способствует совершению преступления, как максимум получает серьезные... А ведь следует отметить, что там очень серьезные именно финансовые санкции, предусмотренные в отношении пользователя, который предоставляет доступ третьему лицу. Ни одно лицо еще не заявило о том, что оно понимает правовые последствия своих действий. С ростом популярности каршеринга растет и количество мошенников, которые ради обмана системы готовы нарушить закон. Однако не все злоумышленники понимают, что электронный договор имеет полную юридическую силу. А потому ответственность ожидает каждого, кто приступил закон. Это был проект «Решение есть». Свои истории отправляйте нам на электронную почту или звоните по телефону горячей линии. И помните, неразрешимых проблем нет, есть не вовремя принятые решения.